Всем доброе-предоброе утро! Ясно, ясно, но он такой храбрый, потому что они сидят далеко. О, еще одни, еще одни. Кошаков сколько? В общем, самых боится, да, Одери? Гавкает, когда они наверху. Поближе подойдут, он сразу замолкает. В общем, мусорки везде понаставили. Прям где надо, где не надо, везде какие-то новые. Ехала, еще замечала. Вот так вот, я одета по-летнему, скажем так. Но прохладного, знаете, можно было бы ветровочку надеть, но так как буквально через час-два будет жарко, так, по крайней мере, телик передал, то я ничего не надела. И так нормально. Все, нагавкался, нагавкался, отвел душу. Там птенцы пищат, сейчас покажу. То ли она их кормит, то ли он слишком далеко зашел. Что-то как-то непонятно. А не, нормально вроде бы. То ли кормит она их. Пищат, конечно, противно. А их там два, видите? Я думала, это большой голубь, а это тоже маленький. Насрали, конечно, они там. Прикольно так за ними наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Перца нет, я бы еще и перец добавила, кабачок и морковку. И буду все это потом делать, у меня есть гречка осталась, а мужу отварю рис. Вот, такую вкусняшку. Думаю, что вкусно будет, хотя не то, что думаю, я знаю, я уже делала по такому рецепту с этими приправами. В Лиддле покупала, вот, когда в Лиддле постоянно бывает либо неделя Индии, либо неделя Китая, неделя Японии. У него там всякие рязные приправы продают или еще что-то. В общем, будем готовить вкусняшку. Ну и вот, что у меня получилось. Выглядит очень аппетитно. Сейчас я все это с гречкой полупаю. Всем приятного аппетита! Кстати-ка, смотрите, какой вкусняшка получилась. Очень вкусно. Я обязательно сниму вам рецепт. Это обалденно вкусно. Это вот флан, а это бисквит. Он, смотрите, пропитался вот этим вот карамелью. И это обалденно вкусно. Мы его быстро слопаем, так что рецепт уже может быть на следующей неделе. Так что подписывайтесь на канал и все будет окей. Хожу Чарлищу, а он тут загорает. Дитя горает тут, да? Ты такой зеловой, на солнышке загорает. Я на солнышке. Вот, зевает, зевает стоит. Жарко, да? А я думаю, где он есть? А он на солнышке загорает. Ну и я заодно белье тогда сниму. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какое у нас море. Какая погода. Яс, Тачарли, не нюхай ничего там. Бегает, разнюхивает. Посмотрите, какое. Какое море, в общем. Я уже повторяюсь, да? Но это просто шикардос. Холодный фронт ушел. Гота Фрия. Теперь у нас антициклон. По крайней мере, до понедельника будет такая погода. Полугода плохая погода. И это 25 октября. В принципе, вот если туристам, можно и на пляжике посидеть. Ну, море, конечно, ледяное, наверное, после такого огромного штурма. Но... Ну, если ты приехал, заплатил за это деньги, то можно и посидеть, и позагорать. Почему бы и нет. А я вот так, я в футболке, но сверху надела джинсовую такую, как она называется, с жилетком. Я же мерзлячка. На улице где-то 23-24 градуса, может, 25, не знаю. Так как-то. Где этот-то шастает. В общем, сейчас быстренько пройдусь, прогуляюсь. Сумку уже собрала. И на зумбу заниматься, танцевать, и всё. И неделя наша закончится физкультурная. Хотя нет, завтра вот оттуда полезу пешкарусом. Всё как всегда. Вот от самого верха спускаюсь. Люди сидят на пляже. Собачка. Чарли, наверное, увидел. Чарли там всё-чё-чё-то нюхает. Разутые. Иду такая, знаете, подслушиваю. О чём говорят. Иногда иду такая, заслушаюсь. Ну, чё они там трепещут. Ой, ещё, знаете, у меня сегодня... Короче, не сегодня, а на этой неделе две клиентки не придут ко мне. Сегодня была тоже одна клиентка, говорит, что, в общем, у одной брата умер, у другой сестра умерла. Представляете, на прошлой неделе приходила, ну, вот, сестра вот эта и говорит, что она ухаживала за сестрой, за своей. Она, у этой сестры не всё в порядке было с головой, ну, проблемы там были. В общем, они уже пожилые, да. И вот она за ней ухаживала, хорошо ухаживала. Там в деревне у нашей, знаете, как и сплетни, всё дела, типа ради денег. Это богатая семья. И вот, типа, ранее ради денег за ней вот ухаживали, потому что там наследство её или ещё что-то. Но всё равно, знаете, я знаю эту нездоровую, скажем так, сестру, и, да, за ней ухаживать очень сложно. Она, во-первых, не слышала, не видела. И, знаете, она любитель была покомандовать, настоять на своём. И, в общем, с ней было очень тяжело. И вот та сестра, которая ухаживала, постоянно приходила там и всё время как бы плакала, что ей тяжело с ней. Вот. И она всё переживала, вдруг я умру, и кому она нужна. И вот на той неделе она заболела. Что-то там её, не знаю, в больницу положили. В субботу ко мне пришла вот эта сестра, которая ухаживала и говорит, что всё идёт на улучшение, всё нормально. В общем, ля-ля-ля-ля, что за ней ухаживает русская девушка. Мы ещё про это поговорили. Вот, вроде бы всё в понедельник, во вторник выпишут. А сегодня клиент приходит и говорит, что она умерла. Представляете? Вот так вот. И я, знаете, что-то как-то задумалась, что жизнь такая штука. Вроде бы на выздоровление шла и бац. То есть никто ни от чего не застрахован, и когда и что мы, как говорится, уйдём на тот свет, неизвестно. Поэтому, не знаю, как-то так, не то что страшно, а как-то тревожно стало, да? Что все ходим под Богом, и неизвестно, когда придёт наш конец. Вот так вот. Вот так вот. Позитив вам. А у той и другой тоже она мне позвонила. Она очень ответственная клиентка. Она всегда ко мне приходит в своё время, каждую неделю. А это она мне звонит и говорит, Оксана, я не приду. Ну, у меня первый день, как бы, вопрос был, а что так? Типа, почему? Не из-за того, что мне интересно, что и почему она не придёт, а из-за того, что, ну, вдруг она заболела или ещё что-то случилось. И она говорит, у меня, говорит, брат умер. Вот тебе и здрасте. То есть, похороны были сегодня-завтра. Они ж тут, знаете, как ещё соблюдают, вот, как это назвать, когда кто-то умирает, и вот платок носит. Я не помню, как это называется. Вот, но они, типа, чтобы другие не сказали вдруг. А то вдруг, вот у неё брат умер, а она в парикмахерскую пошла. Ну, вот всё по старинке, как знаете. Вот так вот. Деревня. А сами от сплетней боятся, что сплетни про них пройдут. Или там вот одна есть тоже уже три года на этот. Траур. Вот, траур носит. Или не траур. Ну, в общем, траур носит на себе. И уже люди говорят, вот, три года уже прошло, она всё никак, вот всё в чёрном, всё убивается. В общем, не поймёшь, хорошо или ты плохо. В общем, вот так, к чему речь веду, что двое клиентки на этой неделе не придут. Жалко. Ну, ничего. Раз такое дело. Ладно, пошла я быстрее, потому что мне некуда. Мне нужно идти на спорт. Такое ощущение, что прям в 12 часов дня. Нифига. У нас ещё в эти выходные переводят время. Мы сегодня тоже с клиенткой. Я не могу ржать, что такой был. Я говорю ей, мы спим меньше или больше? Она. Я не знаю, сколько мы спим. Но после вечера становится раньше темнее. И вот каждый, ну, всю жизнь, да, меняет это время. И всё равно я не помню. Час назад или час вперёд. Вот хоть убей. Хорошо, что сейчас всякие телефоны и все эти гаджеты, то есть сами всё там перестанавливают. Тебе просто открыл глаза, посмотрел время, и оно уже правильное. А так я не пойму. И вот она такая, типа, спим больше. Я обрадовалась. Потом говорили-говорили, спим меньше. Так спим больше или меньше? Она, я не знаю уже, всё. Поживём, увидим. Всё, на сегодня у меня всё закончено. Чарли там в свои игрушки играется, как вы могли бы заметить. А я таз уношу. Ой, у меня такая мысль. Завтра я вам всё расскажу. Хожу, вот думаю, быть или не быть. И хочется, как говорится, и колиться. Не буду вас дразнить. Вы просто подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и всё узнаете. Вот, у нас кое-какое мероприятие на завтра намечается. В общем, а я у меня работа, работа впереди на Федота. Вообще, не знаю. Посмотрим, что там с работой. Потому что мероприятие намечается на вечер. Если с работой будет тишь да гладь божья благодать, то... То поеду на этом мероприятии. Вот. А если будет много... Ой, блин, как мышцы болят. Твою мать. Ой. Я прямо, 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 прямо занимаюсь. Прям, я не знаю, мышцы будут. Не, я, конечно, мышцы не хочу, чтобы у меня какие-то там были. Ладно, вот-вот хожу, думаю. Как говорится, знаете, и хочется, и колется. Вернее, не колется, а работа. Вот. Почему все на субботу делают? Или на воскресенье, но мне не с кем никуда идти. На. Выспался. Подавишься нафиг. Ты чего там так бегаешь? Иди целоваться. Бен биситу. Бен биситу. Бен. Давай. Биситу, ты чего прибежал-то? Все, все, все. И не знает, за что хватит-то. О, о, о. Вот, видали, какой он у меня зверь хищный. Во, во. И на коврик. Вообще, это мужа коврик. Но он уже прихватизировал. Прихватизировал корлик. Вот, сложил там себе все игрушки. Ему замечательно. Да, во, во, как он злой. О, какой он злой. Попробуем отобрать. Какой он злой. Ага, не дурак. Я вот эту возьму. А, а, а. Да, далеко кинула. Ему сегодня больше это приглянулось. Ай, ай, ай. Чуть не это. В угол не вписался, блин. Скользко. Ой, не могу. Он сегодня целое утро мне все окна заляпал. За мухой, короче. Он там, вон, муха какая-то была, пытался вылететь. Вот он ее пытался поймать весь вечер. Так, вот. Теперь у него пошла... Тра. И, в общем, вот я вся в раздумьях. Я давно бы знала об этом мероприятии. Но, ну, когда вот сейчас... Уже знаете, просто дело в том, что я уже почти со многими познакомилась. Разговариваем уже так вот более-менее. Не как подружки, конечно, но вот... Вот. И как бы... В общем, все увидите завтра. Я вам все расскажу. Даже если я никуда не пойду. Хотя хочется. Но я вам все расскажу. Пойду сейчас чаю. У меня, слушайте, может, все-то тут уже наросли. Правда, жир снизу свисает. У меня проблемные руки. Это у нас в семье такая проблема. Никуда от этого жира не денешься. Ладно. Хе-хе-хе, зачем будем, а плохом? Пойду я себе чайку сделаю на ночь какого-нибудь успокоительного, чтобы спать крепко. Вот. Время уже поздно. Есть уже ничего не буду. Чайку попью и хватит. И буду с вами прощаться до завтра. Так что следите, следите. Должно быть интересно. Потому что я 70% склоняюсь идти на мероприятия. А там кто его знает. В общем, всего самого наилучшего. И всем приятных вам выходных. У нас же выходные. Всего самого наилучшего. Классно провести выходные. И пока-пока, до завтра.